здравствуйте дорогие друзья сейчас мы направляемся на фестиваль крым блокфест 2020 там соберутся многие крымские блогеры не только крымские по дороге к сожалению мы попадаем небольшую пробку возле алушта из-за аварии которая впереди и боимся что не успеем но все-таки приедем мы вовремя заранее вам могу сказать смотрите заехали ватан заправка обалденный сервис посмотрите какие туалет они как в операционной все чистенько все новое по новым технологиям играет музыка поэтому принципе у меня сейчас закадровый голос чтоб меня не забанили в ю тубе даже есть пеленальный столик и вот такие виды не могла не показать вам потому что это уже территория большой ялты красивейшие зеленые горы склоны на этих склонах растут виноградники среди какие ели кипарисы но этим невозможно не любоваться поэтому просто давайте полюбуемся вместе делюсь вот такими впечатлениями своими от этих видов никогда не устаешь просто удивляешься красоте этой природы изумительный красивый южный берег крыма вот мы от автостанции ялты теперь отъезжаем на место наша дислокация на васильевское озеро смотрите нам сид машет в окошко по крыму с позитивом так ребята уже впереди все все поехали а у нас заминкой все и мы не попадаем в общую колонну и отстаем от ребят поэтому приехали мы в итоге чуть-чуть позже в общем сегодня такой какой день знакомимся кушаем получаем сюрприз такой расслабленный завтра у нас начинаются мастер-классы поход в горы поход на горные реки то есть завтра целый день будет занят уже какими-то такими полезными скажем вещами да сегодня из полезного это будет у нас мясо пиво шашлык и так далее с 9 с 9 у меня уже начинается мастер-класс но вот с 9 завтрак то есть садимся завтраком туда-сюда и потом дальше поехали мастер-классы походы в горы в реки плавки если взяли купаемся место себе нашли а вот кухты даже на машине вот так вот раз я его первую не знаю я его еще по видео присмотрела там ниже еще поляна где-то в принципе нас не так много а И вот такая вот получилась палатка. Все куста. А вот и то самое Васильевское озеро и беседка, которую мы арендовали. Собственно, Витя заплатил за нее 15 тысяч в сутки. Там холодильник работающий, розетки, барная стойка. И, конечно же, самое ценное вокруг нее это природа. Блогеры до сих пор откладываются еще, знакомятся. У нас палатку разложили довольно-таки быстро. Взяла новую палатку, у меня не было своего снаряжения. Купила палатку, купила два спальника и два стульчика. Начнем хотя бы с этого, дальше уже будем докупать что-то для таких поездок. Ну, в лагере весело, люди общаются. Пойдем и мы какое интересное местечко нашли. А ты сейчас слышу? по крыму с позитивом член семьи ходишь буквально 50 метров от палаток попадаешь на такое шикарное место такая вот обзорная площадка вся ялта перед глазами и море вроде бы так близко но далеко мы отдыхаем на озере на море мы не будем здесь есть у нас и мусорки и туалеты принципе все было благоустроено музыка со всех сторон играет детские голоса очень много детей отдыхают вершины гор вечереют готовимся поеданию шашлыка там у нас нарезочки все уже расслабились вот такой вот шашлык ухты а джоба джоба вообще запах прям через камеру если вы смотрите это видео значит вы видите нас это значит мы живы остались потому что мы сейчас по моему лопнем одних фруктов он полный стол видите депутатский корпус передал фруктов просто ломит со столы депутатский корпус явно аполинарии привет да и шашлыка очень много сегодня у нас шашлыка просто ухты а там что-то происходит обстановка по кайфу все с камерами всем известный джип все заехал да уже заехал ой пыль ну капец сейчас все в пыли будет давайте встречать сейчас вот нам приехал мэр города ялты инград иван иванович вот сейчас тоже не с пустыми руками скажем так не зря машина там стоит вот на перегородила пожарный вход уже часик все кто с нами уже пять лет этих да все каждый год видит как это все происходит здравствуйте ялта приветствует молодых инициативных думающих и патриотично настроенных как крыму таких той стране в которой мы сегодня живем россии матушке добро пожаловать есть такой вы знаете наверное смотрели фильм джентльмен и удачи когда один из героев произнес сокровенные слова куплю автомобиль с магнитолой сошью костюм с отливом и в ялту добро пожаловать желание но от себя хочется тоже большое сказать спасибо что наконец-то администрация в крыму хоть где-то так близко к нам к блогерам потому что хочется сказать что у нас общая аудитория больше полумиллиона человек это однозначно все кто здесь есть больше миллиона а ежемесячно просмотры более десяти миллионам мы как сми вообще не котируемся я сейчас как начнется в виде администрации надо пожаловаться надо пожаловаться не мы ни в коем случае не жалуемся мы хотим сказать спасибо что вы пришли к нам на нашу веселую тусовку и что наконец-то мы ну услышаны мы кстати на самом деле блогеры мы очень добрый народ и мы можем то есть вы нам скажете так ребята у нас проблема с мусором и мусорящими туристами давайте поднимем эту тему мы скажем да конечно это классная тема давайте ее поднимем мы всегда за благородные темы и всегда за благородные намерения и поступки поэтому если у вас есть вопросы темы какие-то интересные надо поднять что-то на злобу дня то наша команда мы готовы ялта это клондайк истории культуры известных интересных людей прошлого настоящего будущего поэтому еще раз благодарю за то что именно в Ялте действительно все очень интересно все очень здорово и будет гораздо лучше чем было и я уверен что ближайшее время отменят санкции и будут проходить опять белоснежные лайнеры и матросы будут спускаться на набережную а девчонки одевать белые одежды и шляпки все будет ял и и набережная превратится будет более интеллигентная более культурная так что все у нас получится с вами Андрей мы можем как-то встретиться с мэром я мечтал я просто подумал вы все меня знаете мы здесь все свои как бы где я и где мэр Ялты как я могу с ним увидеться я говорю Андрей мы можем как-то это сделать он говорит Вить приезжай в администрацию в первый же день спустя 20 минут мы посидели в приемной зашли к Ивану Ивановичу и начали поднимать наши первые вопросы которые мы тут с блогерами все ну мы общаемся вы все это знаете да поэтому мне это очень нравится спасибо вам большое Иван Иванович что вы так идете на контакт с людьми с блогерами все вот просто супер Крымблокфест но я думаю кто приезжает уже первый второй третий четвертый пятый год подряд у нас на Крымблокфест вы видите разницу да так и будем продолжать дальше а сейчас Иван Иванович у нас есть шашлык фрукты если можно даже немного вина да давайте сделаем общее фото действительно давайте сделаем общее фото на память давайте все вместе станем ребят а что нужно чтобы быть блогером успешным классным которому смотрят вот популярным что нужно кто думает иметь грамоту от мэра обязательно по первым нужно небольшая удачливость ну потому что если вы такие проходили мимо а тут упала комета прям ваше озеро а у вас в этот момент была включена камера вы фотографировали свою девушку да все вы завели это видео вы уже блогер удачливость нужна сегодня проверяем Кто из нас будет удачлив Поэтому сдаем лотерейки Проверим, кто у нас может выехать на удачу Разрежем пирог Крым-блог У кого есть нож? Где наш нож? В смысле? Торжественно, сейчас под музычку Рано А вот просто сладкого сейчас не хочет По себе людей не судят У нас их два Субтитры сделал DimaTorzok